А как же по-английски сказать я тоже нет? На прошлой неделе мы разбирали с вами английские слова also, to и as well, которые используются в утвердительных и вопросительных предложениях, чтобы сказать тоже или также. А как же по-английски сказать я тоже нет? Я тоже не могу в это поверить, мне это тоже не нравится, я тоже не успела. Also, to и as well, здесь уже больше вам не помощники. Для отрицания есть свои тоже. И у них особые правила использования. Сегодня мы разберём на простых жизненных примерах три способа, как сказать тоже нет, используя слова either и neither. Кстати, они произносятся по-разному. Итак, утвердительная форма. I like it. Мне это нравится. I like it. Me too. Совсем разговорный ответ. I like it too. I do too. Конечно, начинающим подойдёт самый простой вариант – me too. Здесь не надо думать о грамматических формах, вспомогательных глаголах, просто me too. Согласились с утверждением. Полный ответ в утвердительной форме будет здесь звучать так. I like it too. Мы повторяем конструкцию предложения и добавляем в конце too. Помните, с прошлой недели? Тоже довольно просто. А вот краткий ответ по силам тому, кто уже знаком с английской грамматикой. I do too. Мы используем вспомогательный глагол do, потому что именно он обслуживает смысловой глагол want – хотеть в простом настоящем времени. Это утверждение. Хорошо. А как же согласиться с отрицанием? I don't like it. Мне это не нравится. Me neither. I don't like it either. I don't either. Мне тоже нет. И опять же, начинающим изучать английский я советую отвечать очень просто. Me neither. Мы также можем повторить конструкцию отрицательного предложения. I don't like it. Только вместо to в конце поставить either. Почему в одном случае either, в другом случае neither? I don't like it either. Но. Me neither. В грамотном английском предложении может быть только одно отрицание. I don't like it. Уже есть отрицание. Don't. Значит, тоже нет, будет either, поскольку either не содержит в себе отрицание. I don't like it either. В кратком ответе. Me neither. Отрицание содержится в слове neither. Можно коротко ответить и иначе. I don't either. Опуская смысловой глагол. I don't like it. Me neither. I don't like it either. I don't either. Соглашаемся с высказыванием в утвердительной форме. I want to see this movie. Я хочу посмотреть этот фильм. I want to see this movie. I want to see it too. I do too. Me too. Теперь с отрицанием соглашаемся. Я тоже. Я тоже нет. I don't want to see this movie. Я не хочу смотреть этот фильм. I don't want to see this movie. Me neither. I don't want to see it either. I don't either. Тоже не хочу его смотреть. I don't want to waste my time. Не хочу терять мое время. I don't want to waste my time. Me neither. I don't want to waste my time either. I don't either. Тоже не хочу терять время. Ну, а как быть с модальными глаголами? Например, can, much, суметь. Модальные глаголы сами себя обслуживают. Им не нужны помощники или вспомогательные глаголы. I can't do it. Я не могу это сделать. Me neither. I can't do it either. I can't either. Тоже не могу. Заметили в разговорной форме, соглашаясь с утверждением, проще всего сказать me too. Это для начинающих студентов. Соглашаясь с отрицанием, мы говорим me neither. Итак, с утверждением me too, с отрицанием me neither. Конечно, есть многие другие интересные способы согласиться и сказать тоже и в утвердительной, и в отрицательной форме. Ведь речь интереснее, когда она богата, правда? Но в одном коротком видео всего этого не расскажешь. И ведь важно не только понять, а затренировать, научиться правильно использовать грамматические конструкции, чтобы, как говорила моя бабушка, отлетала от зубов. Вот как выработать практическую грамматику без скучных правил? Именно этим мы занимаемся на тренинге «Грамматика рок-н-ролл». Грамматика английского языка по песням эпохи рок-н-ролла. От начального до продвинутого уровня. 16 английских времен и свыше 150 грамматических конструкций, доведенных до автоматизма. И все это мы делаем легко и с удовольствием. То, что поможет вам и тесты сдать, и TOEFL, и YIELDS, и свободно говорить, и понимать. И сегодня я хочу вам дать в подарок три урока английской грамматики по песням. И, конечно, непременно посетите мой вебинар «О чем умалчивают преподаватели английского». Это тоже мой вам подарок. Ссылка внизу. С вами была Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский». И непременно дайте знать, было ли вам полезно это видео, и насколько оно вам понравилось. Понравилось? Ставьте лайк. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok